Душа разворачивалась, а сердце пело воскресным днём ближе к вечеру у тех, кто оказался в числе зрителей и слушателей Михайловских казаков. На большой сцене Муниципального культурного центра Михайлова зажигали красавцы-казаки и их коллеги из Рязани, артисты театра народной песни «Узорычи» под руководством Надежды Кольцовой. ПЕСНЯ Генератор идей и заядлый казак Сергей Фокин несколько лет назад собрал вокруг себя талантливых и близких по духу людей, объединив их в коллектив под названием «Михайловские казаки». И теперь это бренд Михайловского района. Каждое выступление молодцов из народного ансамбля не просто праздник, а событие в жизни их земляков. ПЕСНЯ Что или кто вас вдохновляет? Господь Бог, наверное, вот такие встречи. Жизнь, несправедливость, радость жизни. Потому что, ну, а больше всего, наверное, любовь. Любовь к жизни, любовь к людям. К хорошему и доброму проекту под названием «Михайловские казаки» совсем не случайно прилепился всем сердцем и православной душой казачий полковник, поэт-драматург, автор песен, член Союза писателей и заслуженный работник культуры России Андрей Крючков, написавший специально для этого коллектива песню «Злая пуля сбила с коня». Ее премьера состоялась в этот день на Михайловской земле. ПЕСНЯ 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 Да, и казак перед казаком здорово ночевал, слава богу. Обнялись, я, конечно, не мог уйти. Я впервые послушал в областном центре народного творчества, что это тоже достаточно символично. Я им подпевал, все, кто из казаков был, подпевали. После концерта я подошел к Сергею Фокину, говорю, у меня есть казачьи песни, но нет ансамбля. Теперь я чувствую, что ансамбль у меня есть. Любовь к народной песне, задушевной и светлой, вдохновляет не только Андрея Крючкова, но и руководителя театра народной песни Узорычья Надежду Кольцову, породнившуюся с Михайловской землей и ее казаками. Вера векая, павли, рачка, в саду не зазряла. Болья больная, болья векая, спавли, вода родная земля. Я говорю, что песня, она как ребус. Его нужно разгадать, в ней нужно там докопаться до каждого слова, до каждой мелочи. И понять, почему именно эту песню пели, почему именно так ее пели, в таком темпе или в таком темпе. С такой силой звука или с другой. Знаете, это бездна, это космос. Традиционная песня, русская песня, это космос. Праздник души завершила награждение. Грамота Верховного Атамана, Союза казаков, воинов России и зарубежья за активную помощь региональному отделению Общероссийской общественной организации по развитию казачества и нагрудный знак российское казачество «Казак России» были вручены главе администрации Михайловского муниципального района Евгению Сидорову. Зал еще долго не отпускал артистов, так что и выступающие, и зрители попали в нереальное пространство благожелательности и любви друг к другу. Оказывается, все мужа давно истосковались по хорошей, душевной и родной русской песне.